Здравствуйте, мои дорогие друзья! Божьих благословений вам! Вы сделали хорошо, что сегодня вы включили наш канал ВИСИ-ТИВИ. На этом канале много интересных проповедей, в том числе эта проповедь. И я хочу вас просить никогда не забывать, если вы вернётесь, вы получите столько благословений всегда и сообщите друзьям своим. Сейчас, я хочу, чтобы вы слушали эту проповедь. И к концу проповедей я хочу вернуться и помолиться за вас. Хорошего просмотра видео! Сегодня мы с вами продолжаем и заканчиваем тему «Божие владычества через меня», имея в виду «через человека». Это третий раз, как мы эту тему учим, но сегодня мы закончим. Заметите, что Бог всегда хотел всё делать через человека. И это имеется в виду того, что касается земли. Когда Бог в самом начале Он создал человека по своему образу и подобию, Он имел в виду, что на земле должен был быть личность, должна была быть личность, представляющая Его. И эта личность должна иметь характеристики такие, подобно Богу, по Его образу. Иначе эта личность не сможет представлять Бога. Условия, чтобы успешно представлять Бога, подобие и образ. И получается, что из-за этого Бог создал человека. Но этот человек упал, и когда он упал, он потерял образ Божий. Он внешней оболочке, которой мы говорим, тело, я не уверен, что это именно то, в чем мы подобны Богу. Потому что многие люди думают, что наше подобие Богу имеется в виду наше тело. В какой-то степени да, но вы заметили, как мы все разные? Одни высокие, одни не очень высокие, другие широкие, другие узкие. Получается, как будто у Бога есть столько миллиардов подобий, которые на земле. Поэтому подобие Богу действительно в какой-то степени имеет значение по отношению к нашим телам, но я хочу сказать, что основное подобие это наш внутренний человек, наш дух. И поэтому, когда Бог приходит в жизни человека, Он приходит жить в нашем духе. А наш дух живет в нашем теле. поэтому внешний человек, когда Адам и Ева упали, внешний человек особо не поменялся. Но как? Кроме того, что он начал умереть, кроме того, что он перестал жить, жить, жить. Тление пришло, и поскольку он из праха, и потихоньку с момента его создания начал возвращаться опять обратно праху. Но внутренний человек, он не стареет, он обновляется со дня на день, Библия говорит, твоя внутренность не меняется. Но вот, что произошло. Когда Адам и Ева упали, внутренний человек полностью умер. Он потерял связь с Богом, потерял образ Божий, потерял все. Хотя Адам и Ева снаружи еще были теми как будто, а внутри представительство Божие полностью было прервано. А все наши отношения с Богом, они строятся на уровень нашего внутреннего человека. Поэтому заметьте, теперь Богу, ему пришлось думать, как решать вопрос. Чтобы вернуть представительство на земле, ему надо было переделать человека, я назваю таким образом, перерождать его. Он должен был родиться заново, взять этого умершего духа и снова оживить, вернуть в подобие Богу, вернуть в образец, в образ Божий, вернуть в Божье подобие, надо было родиться заново, по-новому. Нужна была личность, которая не наполнена дьяволом, а нерожденный свыше личность, он полностью под контролем дьявола. И человек или личность под контролем дьявола не может представлять Бога на земле. И владичество Божье через такого человека быть не может. Поэтому это очень важно, чтобы мы поняли. Бог всегда планировал работать с человеком и через человека. Давайте скажем, скажите, Бог планировал, громче, Бог планировал всегда через меня. Скажи, Бог всегда имел планы, чтобы все, что бы он не делал на земле, он сделает через человека. Слава Богу! Вы такие молодцы! Давайте читаем с вами Псалом 8, 4 стиха. Вот говорится здесь, когда взираю, я буду читать с 4 стиха по 7, Мой, когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов на луну и звезды, которые ты поставил. Вот это псалмопевец, он посмотрел на все, что Бог создал, и он понял, осознал величие Божие. И дальше он говорит, 5 стих, в удивление, то, что есть человек, что ты помнишь его, то есть ты такой большой, огромный, а человек, зачем он тебе, он такой маленький, незначительный, и даже он говорит, истин человеческий, что ты посещаешь его, немного ты умолил его перед ангелами, то если взять человека сам по себе, без Бога, сравнивать его с ангелами, человек слабее, человек неумнее, он вообще в разы ниже в его способности, поэтому ему нужны ангели, чтобы они ему помогали, а не человек помогает ангелам, а ангели помогают человеку, он говорит, но славою и честью увенчал его и поставил его владикой над делами рук твоих, все положил под ноги его, если взять на поле ангела и человека и сказать на старт внимание, марш, то человек он вообще не того весового, не того, не той весовой категории, он так не сможет бегать, он так не сможет как ангелы, а откуда человек берет его власть, вот откуда Бог поместил свою славу и честь на человека, то есть Бог дал человеку позицию славы и честь, то есть Бог поместил свою славу и честь на новорожденного человека, это тоже слава и честь, которая была на Адама до его грехопадения. Потеряна была, но когда мы рождаемся заново во Христе Иисусе, то оригинальное Божие положение возвращается к нам, как будто грехопадения никогда не было. Заметите, во Христе Иисусе Бог видит нас, как будто никогда не было грехопадения, никогда не согрешили, потому что во Христе Иисусе мы правильно стоим перед Богом, все время, постоянно, беспереривно, круглогодь, 24-7, перед Богом все правильно, благодаря тому, что мы во Христе. Вот, поэтому Бог поместил, когда ты пришел во Христе Иисусе Бог поместил твою жизнь его славу и его честь и поставил тебя владикой над делами рук твоих, его рук, его дел. Заметите, Бог поставил человека владикой над делами рук его и все положил под ноги его. Владичество Божие через человека это была задумка, это был план самого Господа Бога. Он сотворил существо, называемое человеком, телом, но поместил внутри дух подобно ему. И Бог хотел, чтобы через человека его владичество распространялось на земле. Так, а почему же человек потерял это? Заметите, человек потерял, потому что он вышел из-под властью Господа Бога. Владичество Божие через человека потерялось. Причина. Человек ушел из положения под властью. Даже ангели, смотрите, даже ангели, их сила во многом зависит от того, они под властью или нет. Смотрите книгу Откровения, написано 12-я глава. Библия говорит, книга Откровения 12, будет читать 7-й и по 9-й стих. Написано так, и произошла на небе война. Михаил и ангели его воевали против дракона, и драконы и ангели его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И неизвержен был великий дракон древний змей, называемый дьяволом и сатаною, оболшающий всю вселенную низвержен на землю и ангели его низвержены с ним. Война. Но, чтобы вы поняли, эта война не длилась годами или целыми часами или минутами, нет, это было так, миг, быстро. В духовном мире все делается очень быстро, мгновенно. Михаил с ангелами его, но имеется ввиду под власть Божия, Люцифер тоже еще один ангел против Михаила. Война была не против Луцифер, дракон, сатана, дьявол против Бога. Не, так не было. Люцифер воевал с Михаилом, с другим ангелом. И Люцифер победил, он был поражен. Михаил победил Люцифер, Михаил победил дракона, Михаил победил сатану, Михаил победил дьявола и его ангелов. И они были низвержены с неба. Так, вопрос. Почему Михаил победил? Почему сатана был поражен? Почему дьявол был поражен? Я вам даю сейчас дам большое откровение. Потому что Михаил в отличие от сатани Михаил был архангелем, который остался под властью Бога. Если бы Михаил вышел из-под властью Бога, его бы тоже извергли оттуда бы. Ключ к силе, к власти, к способностям, которые остались были у Михаила, ключ была в том, что Михаил остался под властью Бога. Поэтому власть Господа Бога, сила Божия, способность Божия, победа Божия через Михаила могли работать, проявляться, действовать. А если бы Михаил не оказался под властью Божией, то Божия власть, Божие владичество, Божия способность не проявлялась бы через Него. Следовательно, и мы, если мы желаем видеть владичество Божие, если мы желаем видеть власть Божия через нас, способность Божия через нас, силу Божию через нас, могущество Божие через нас, то мы должны как можно больше быть людьми под властью Господа Бога. Халлелуя! Я надеюсь, вы меня слышите, вы понимаете, потому что это ключ к тому, чтобы Божие владичество работало через нас. Это ключ к тому, чтобы власть Божия работала через нас. Это ключ к тому, чтобы мы сказали во имя Иисуса и дьявол подчиняется, и болезни подчиняются, и проблемы подчиняются, и ситуации меняются, потому что мы человеки под властью Бога. Смотрите, как Евангелие от Морфея об этом говорит. Однажды, мне нравится, что Иисус Христос, когда Он встречал какое-то откровение, ну, то есть, не то, что встречал откровение, когда Он встречал человека, имеющего откровение, а Царство Божьем правил на откровение, которое, возможно, Господь Иисус не ожидал встретить в жизни человека, Он всегда приходил к восторгу. Поэтому, смотрите, и это один из тех случаев, когда Иисус был в восторге от того, что Он только что встретил. Евангелие от Морфея, восьмая глава. Иисус как всегда утром идет, помогает людям, исцелает болни, помогает тем, у кого проблемы. Поэтому тот день, вот, Матфея, восьмая глава, это Он сошел с гори, Он любил там был всегда, и за Ним множество народов. И вот к Нему подошел там прокаженный, поклоняясь, и говорит, если хочешь очистить Меня, ты можешь очистить Меня. Иисус сказал, хочу очистить, и Он тотчас очистился от проказа. Короче, Иисус двигается, и Он говорит, смотри, никому не говори. В пятом стихе Он вошел к Апринаму, к Нему подошел сотник. Вот начинается история. И просил Его. Шестой стихе, Он говорит, обращаясь к Иисусу, Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Что это? Это царство тьмы. Это дьявол. Это болезни. Это разрушение. Это против воли Божьей. Это не в плане Божьем. Зачем нужно владительство Божье через человека? Для того, чтобы помогать людям быть свободными. Помогать людям исцеляться. Освободить людей под влиянием дьявола и тьмы. Владительство Божье нужно, чтобы люди были свободными. Чтобы они жили полноценную жизнь в послушании Господу Богу. Вот поэтому сотник прибежал. Кому он прибежал? К тому, через кого проявляется Божье владичество. Должно так быть на земле, что когда у людей есть проблемы, они бегут к тем людям, через которых Божье владичество проявляется. Мы с вами, мы являемся теми людьми, кому на работе должны к нам бежать, дома к нам бежать, соседи к нам бежать. Вы знаете, в самолете, где бы мы ни были, возникают проблемы, должны к нам бежать. Почему? Мы представители Господа Бога и владичество его через нас на разрушение дела дьявола, на освобождение людей, чтобы они жили радостную, полноценную жизнь. Церковь Бога это люди, которые поставлены Богом, чтобы они приносили полноценность людям, свободу и отпустили измученных на свободу. Скажи идея. Амин. Это твоя задача. Вот для чего Бог дает тебе владичество. Не только, конечно же, есть вопросы, которые ты можешь использовать владичество на решение твоих вопросов, твоих нуждей, но больше всего Бог хочет, чтобы ты помогал решать проблемы других людей. Аллилуйя. Вот, поэтому сотник говорит Господь Иисусу, 8 глава, 6 стих, слугай мой, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему, я приду и селю его. Иисус реагировал, как было принято. Понимаете, люди всегда ожидали, что Господь придет, прикоснется, поможет. Вот, а сотник уже успел получить откровение больше, чем у всех остальных людей в Израиле. И вот он реагирует на слова Иисуса в 8 стихе. Иисус говорил ему в 7 стихе, я приди и селю его. А сотник отвечая, сказал, Господи, я не достойен, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово и выздоровит слуга мой. Помните, мы с вами говорили, что основное орудие проявления владительства Божьего это слова. Читаем дальше. Ибо я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идешь, и другому, прийди и приходи, и слуге моему сделай то и сделай. Услышав все, Иисус удивился и сказал идущим за ним истинно говорю вам и в Израиле не нашел я такой веры. Сотник был человеком раньше своего времени называется. Было много раввинов, было много законников, саддукеев, стопков всех этих умных, важных, они все не имели это откровение, которое имел сотник, и мы с вами хотим его иметь. Иисус удивился, не потому, что сотники научили Иисусу чему-нибудь новому, нет, потому, что Иисус не ожидал, что такая глубина понимания принципов Божьего Царства, отношения Бога с человеком, что кому-то могло быть открыто так глубоко. Что удивительно, сотник не еврей, он руководит сотню, вот, сто там человек, римских солдатов. Он вообще ничего общего с еврейством не имеет, но на уровень своем получил принципы власти Бога с человеком с обстоятельством. Вывод среди избранного народа был сотник, которые имели откровения, которые избранные не имели. Настолько Господь Иисус, который уже знал этот принцип, нашел Господь Бог, удивился, что этот язычник понимает Божий принцип. Это означает, что Божья мудрость, Божьи принципы, Божьи знания, все, что Бог делает и хочет, не монополизировано ни одним народом, ни одним человеком, ни одним классом, ни одной церковью, ни одним человеком. Любой может получить откровение Божьих принципов, независимо того, кто ты. Ты можешь получить. Скажи со мной, Господь Иисус, дай мне откровение Твоего Слова. Еще раз скажи, я хочу откровение Слова Твоего. Халлилуйя. Вот смотрите, и вот седьмой стих по десяти Евангелия от Матфея. Несколько принципов. Принцип номер один. Из истории Иисуса и сотника. Принцип под властью. Сотник говорил, Господи, прийти ко мне домой не обязательно. Я человек под властью и имею власть. Поэтому я говорю одному, иди, он идет. А почему тому, кому сотник сказал, иди, идет? Потому что тот понимает, что сотник, он под властью, и неподчинение сотнику означает неподчинение власть, которая выше сотника. Когда подчинение может не подчиняться сотнику, это когда подчинение узнает, что сотник больше не находится под властью римского императора. это означает, если я ударю сотника, ему некуда бежать, потому что он сам ушел из-под властью император. Это означает, гарантии, которые империя дает, больше не распространяются на сотника. Почему? Он ушел из-под властью. Вот поэтому сотник говорит, Господи, я человек под властью, поэтому я понимаю, что ты Господь, ты Бог. Если ты скажешь слово, то все будет так, как ты говоришь. И болезни подчиняются, и слуга выздоровеет, и ситуация поменяется. Мы видим в жизни Иисуса многократно это. Шторм на море, Он стал говорить, умолкни, и ветер утешит. Почему? Власть работает. И когда Иисус был на земле, Он был полностью под властью своего Отца. Он абсолютно полностью был под властью. Поэтому через Него власть Отца проявлялась на максимум. Вот заметьте, получается принцип под властью. Если ты хочешь иметь власть в Украине, надо быть под властью власти Украины. Ты хочешь иметь власть в церкви, надо быть под властью власти церкви. Вот поэтому нету выгода в том, чтобы постоянно поносить свою власть. То ли в стране, то ли церкви, то ли на работе. Почему? Потому что когда ты выходишь из-под властью церкви, согласно правилам, ты не должен иметь власть внутри церкви, из-под власть, которой ты ушел. Когда ты не почитаешь власть страны, по принципу, ты не должен иметь власть в стране. Власть, которой ты не подчиняется, все, что под влиянием этой власти, там у тебя власть нет. Это очень важно понять. Это Божий принцип, который он поставил. Поэтому заметьте, сотник понимал принцип хождения под властью. Второй принцип, он говорит, говори слово только. Слово. То есть власть, которую мы имеем, проявляется через слова. Вообще это есть большая сила в словах. Бог всемогущий, силный творец. И Библия говорит, в начале была земля безвидная и вода, а Дух Божий носился над водой. Бог всемогущий, у Него вся сила, Он все может, но ничего не делает. Дух Святой есть, вода есть, какая-то земля там, но Бог, когда проявилось Его владительство и сила, Он сказал, да будет свет. И тут же свет появился. Когда сила вошла в действие, когда Он сказал слова. Слова. Владительство Божие через нас проявляется через слов. Не молчите. Библия говорит, если кто скажет горе Сеи, скажет, не молчить перед горой, а скажет горе. Многие люди приходят в горе и стоят перед горою и молчат. Надо говорить. Я лучше буду говорить больше, чем надо, чем я буду говорить меньше, чем надо. Я лучше буду чаше, чем надо, чем реже, чем надо. Я лучше буду обращаться ко всяким пустякам даже, нежели пропущу момент жизни и смерти по отношению к своей жизни. Говори. Говори обстоятельством, говори болезни, говори обстоятельством жизни других людей, говори обращайся к болезням в жизни других людей. Дети болеют? Подойди к детям, говори. У тебя есть время для молитвы, правильно, но не все нужно молиться, не за все надо молиться. Чаще всего надо говорить слово, говори слово только, и слуга мой выздоровеет. Первое, из этого мы понимаем, что в духовном мире нету дистанции. И сотник это все понимал. Я удивляюсь, где он находил такие откровения. Сотник понимает. Дома, где слуга, далеко, а Иисус здесь. Но если он скажет слова, будучи здесь, в духовном мире его слова повлияют, и как-то божественная сила пойдет домой к нему и исцелит слугу. В духовном мире нету ограничения в дистанции. Я могу говорить слова здесь, и человек в Саудской Аравии получит исцеление, и человек в Америке получит исцеление, и человек в Азии, в Африке получит исцеление. В Австралии в духовном мире нету ограничения. Ты можешь приказать действие дьявола прекратиться в жизни твоего ребенка, который находится 20 тысяч километров от тебя. и сработает, потому что в духовном мире нету ограничения дистанции. Халлилуйя, слава Богу! Поэтому можно тем более молиться за человека, который болеет по телефону. Поэтому я часто, когда провожу собрание исцеления, я прошу людей звонить своим друзьям, знакомым, и те могут быть в другом городе, в другой стране. Онлайн трансляция. Люди могут смотреть в Сибири, в Америке, в Израиле, в Мексике, и слушать проповеди, и сила Божия прикоснется им, потому что нет ограничения дистанции в духе. В духе все делается так, как и положительно, так и негативно. Поэтому заметьте, говори слово только и выздороветь слуга мой. И он это объясняет тем, что если мы люди под властину, я говорю и делается. Так и ты можешь говорить и делается. Владичество означает говорим и делается, говорим и делается, говорим и делается. Слава Богу! И третий принцип, когда Иисус это услышал, он не удивился и в восторге сказал, в Израиле я не нашел такой веры. Не нашел, значит, он не искал. Иисус искал такую веру, Иисус искал человек с таким пониманием и не нашел во всей Израиле, пока он не встретился с сотником. Поверьте мне, и сегодня Господь Иисус ищет посреди нас. в Украине, в Церкви Победы, во всем мире, он ищет людей с такой верой. Потому что эта вера, которую показал сотник, является той верой, которую Бог ожидает видеть на земле. Это вера, которая понимает, что в духе нет дистанции. Два, слова, будучи подчинены Богом, действуют, меняют обстоятельства. Слава Господу! Это так хорошо, так здорово. Иисус сказал, не нашел я такую веру, он искал. Я добавлю так, в тебе Бог ищет такую веру постоянно. Найдет ли он такую веру в тебе. Верю в то, что то, что мы говорим, будучи под властью Божьим, так получится. Так должно быть, как было у сотника. Смотрите, как говорится послание Якова, четвертая глава, Библия говорит в седьмом стихе, Якова 4, 7. Итак, покоритесь Богу, предвосстаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизитесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки грешники и справите сердца двоедушных. Заметите, говорится здесь, покоритесь Богу и предвосстаньте дьяволу и убежите от вас. И некоторых из методов как покориться Богу здесь говорится приблизитесь к Богу. То есть покориться Богу начинается с приближением к Богу и включается очищение рук. То есть наши дела грешные надо их убрать. Исправите сердца это внутренние мотивы настроек которые не высказанные но они есть внутри. эти три вещи важны. Первое приближаться к Богу. Искренное сердечное от души любви к Богу и желание служить Богу всем сердцем. Приближаться к Богу. Второе руки наши действия слова очистить. Говорится грешник все греховное нужно убрать потому что оно мешает в этом принципе покорить Богу. А третье написано исправите сердца потому что 90% людей они говорят одно клянутся в другом а внутри они стремятся вообще к третьему к настоящему тому кто они есть на самом деле внутри. Вы знаете я однажды сидел с человеком я ему говорю слушай не надо же воровать тебя посадят в тюрьму конечно воровство это же пять лет а сам пока он меня слышит что я ему говорю не надо воровать и он как будто со мной соглашается параллельно планировал как воровать через два часа то есть оказывается то что говорит человек не означает что его сердце на это стоит поэтому я давно научился что когда люди говорят это не обязательно что они такие внутри не обязательно я бог меня научил много лет тому назад не имей дело только со словами людьми имей дело с тем кто они внутри по настоящему потому что внешние слова любое можно сказать знаете люди научены дать тебе то что тебе надо не надо курить конечно вы что пас это вообще это же можно рано смерть а при этом человек у него сигарет задний карман и планирует как только я закончил разговор с пастором побегу в лес покурю а передо мною рисовался Михаилом архангелом вот люди такие и поэтому получается когда человек так живет его владычество подорвано подорвано не работает поэтому библия говорит очистите руки и исправите вот эти внутренние разные настрои это получается как будто человек все делает правильно ради людей и как только людей нет он возвращается к своему мусору тем более мы живем время социальных сетей где человек может с кем угодно переписывать о чем угодно а перед людьми выглядеть по другому а вот эта двоедущность двоедущие в эти двойные стандарты одно тут второе там третье там это подрывает разрушает убирает вот это приближение к Богу Бог к такому человеку не приближается это то что Иисус говорил что словами своими они хвалят меня а сердца их далеко от меня так и у многих людей они словами перед людьми они разговорами перед людьми они прямо с Богом но как только после работы они одни как только на выходные они одни как только у них свободнее два часа где никого нет они одни там ничего общего с Богом ничего нет это то о чем здесь говорится исправите сердца ваши двоедушные Бог хочет чтобы мы были людьми которые как написано покоритесь Богу приблизитесь к Нему и тогда Его власть через нас Его владительство через нас начинает работать и наша молитва за наших детей наша молитва за работу за дело начинает получаться потому что мы пришли под властью мы ушли из этого двоедушие состояния мы пришли под властью смотрите противостаньте дьяволу тогда он убежит от вас замерите последовательность первое покоритесь Богу покориться Богу означает подчиняйся Богу как мы только что сказали на уровень действий слов и на уровень мотивов внутренних мыслей на уровень что во мне на самом деле живет какие мои стремления на самом деле когда никого нет христианство которое мы живем перед людьми это не обязательно то христианство которое люди живут когда людей нет самое лучшее это чтобы христианство которое живешь когда людей нет и христианство которое живешь когда люди есть совпало слова которые тебе общаются когда людей нет и когда люди есть но когда людей нет я имею ввиду когда церкви нет Могут быть один, два, три человека, с которыми ты общаешься не так, как надо. С ними у вас свое какое-то локальное, поместное закрытие, клуб двоих, троих или четверых, которые знают свою тайну, и больше никого никто не знает, естественно. Но вот эта двойственность, она разрушает и твое, и его, и ее, и ее, и его, и ее. И они теперь не приближаются к Богу. Остается внешний оболочек, а внутренности нет. И поэтому часто бывает такое, что, говори с человеком, есть внутреннее понимание, что что-то не то, но ты не можешь объяснить, что. Внешне правильно говорят, ведут себя еще как. А вот, оказывается, есть какие-то комнатушки тайные, где только этот человек, еще кто-то вдвоем, они знают, или еще два человека, которые больше ничего не знают. Но Бог знает. И вот это внутреннее недовольствие Божие, оно начинает проявляться, передаваться служителю, с целью, чтобы служители исправили это состояние, чтобы человек приблизился к Богу опять. Иногда Бог даже допускает определенные обстоятельства, которые заставляют человека немножко искренне к Богу вернуться, для того, чтобы вот эта двоинственность ушла, чтобы человек вернулся в положение, где он полностью подчинен Господу Богу, чтобы в его жизни все шло правильно, как положено. Поэтому покоритесь Богу. Слово покоритесь Богу означает, что это действие. Это решение со стороны того, кто идет подчиняться Богу. Это решение, это Бог не заставит тебя, это решение, признаюсь, не будет всегда неболезненно, чаще всего болезненно, потому что не хочется. Что такое покориться Богу? Это отказаться иногда от сигарет, которые тебе так нравятся. Это отказаться от общения с парнями или с мужчинами, с женщинами, с друзьями, с которыми ты не хотел бы порвать отношения. Это означает уйти от сообщества, с которого ты не хочешь уходить. Это означает прекратить вещи, которые тебе нравятся, но ты знаешь, что они против Бога. Покориться Богу – это себя взять в руки, потому что я хочу быть в согласии с Богом. Что такое покориться Богу? Первое – это покориться Его Слову. Поэтому я должен посмотреть, что в моей жизни не подчиняю Слову Божьему. Что я делаю, что противопоказано Слову Божьему. Что я говорю, что противопоказано Слову Божьему. Какие у меня настрои, которые противопоказаны Слову Божьему. Какие мои внутренние разговоры, которые мычат человека внутри. Что против Бога? Не согласны с Его Словом. Я такие вещи должен находить. И покаяться перед Богом, если не получается, пойти к служителю, помогите мне, молитесь со мною. У меня такие проблемы. Когда ты открываешь эти проблемы, за тебя помолятся. Силю эти проблемы разрушаются. Покориться Богу так же означает покориться Его воле. Я никогда не забуду, когда Бог мне говорил, что нужно открывать церковь в Киеве, в Украине. Я вообще думал, Бог, Он вообще, как это? Я, ты, ты же Бог, ошибаться не имеешь права. Я не хотел. Но Бог мне сказал, если ты послушаешься моей воле, я тебя благословлю. Но если ты уйдешь против моей воли, то все, что ты думаешь, что у тебя получится, вне моей воли, развею, и ничего у тебя не будет. Самая безопасная позиция для меня, как Бог мне объяснил, это было покориться Его воле, которая не совпадала с моей волей. У меня не было воли воровать и убивать. Нет. У меня были планы свои. Пойти работать, заработать деньги, когда быть хорошим инженером, найти хорошую компанию, чтобы люди самолучно не падали. Вроде неплохая воля, неплохое направление. Но у Бога был другой план. Церковь в Киеве и по всей Украине, и по всему миру проповедей Евангелия. Мне пришлось с трудом, с войною. Это нелегко, но надо соглашаться с Богом. Когда мы хотим подчинять свою волю к Богу, это может не за один день так, это будет большой перелом. Но начинай шаги, получи помощь, получи содействие. Приближайся к людям, которые приближены к Богу, и они помогут тебе, чтобы ты быстрее вошел в подчинение воле Божьей. Но не только подчинение Слову и воле, нужно подчиняться призванию Божьему. Если Бог тебя призвал к чему-то, нужно подчиняться этому призванию. Авраам был призван Богом, и он подчинялся призванию, и оставил свою страну. Это нелегко. Привычные горы, привычные деревья, привычные речки, вы знаете, привычные птички. Оказывается, это много чего значит. Сколько людей переезжают в другой город и от скука за метро умирают. Как одна женщина сказала, я так скучаю за метро. Как будто можно кушать в метро. В метро нельзя кушать. Но вот это звук вагонов, метро, воздух, оно настолько, ее эмоции обработаны и привязаны к этим звукам, что без этого жить уже не может. И тут Бог говорит, иди, делай мое дело в городе, где даже не то, что нет метро, нет трамвая. Это не так легко для многих. Но заметьте, в твоем призвании ты имеешь владычество, ты имеешь власть. Выйдешь из своего призвания, у тебя нет власть, у тебя нет владычества. Ты вышел из-под властью. И подчинение демонические силы увидел, ага, ушел из-под властью, теперь его можно ударить. Поэтому будь подчинен твоему призванию. И четвертое, будь подчинен делегированной Богом власти. То есть Бог делегирует власть. Нужно учиться подчиняться той власти, которую Бог делегировал. Смотрите, Авраам пошел на войну, но забрать лота, потому что в Содом и Гумора там напали на Содом и Гумора, на этот район, на это место, и забрали все, в том числе лота. И Авраам пошел, он взял обучение солдата в своем доме и пошел освободил лот. И он идет по дороге. Два царя пришли навстречу ему. Один царь, это царь Салима, Мелхиседек, а второй царь, это был царь Содома. И вот они идут навстречу. Когда пришел царь Содома, разговор между Авраамом и им такой. Царь Содома говорит, дай мне, пожалуйста, женщине, детей, а богатство забери себе. Он говорит, нет, забери все, мне оно не надо, то вы скажете, что мы обогатили Авраама. Когда пришел царь Салима, представители Господа Бога, он был священник Всевышнего, царь Салима, Библия говорит, когда он пришел, он сказал Аврааму, благословен Бог, который дал тебе в твои руки твоих врагов. это же не Мелхиседик дал врагов Авраама в его руки, это Бог. Но пришел этот священник Господа Бога и сказал, благословен Бог, который дал твои руки твоих врагов. И Авраам преклонился, взял десятую часть, отдал ему. Заметьте, разница между двумя царями. Содомскому царю он не дал десятину своего имения, нет, он вернул ему то, что его. А Мелхиседику он дал десятину, потому что это был представитель Бога в его жизни на то время. Это называется делегированная власть Божия. На земле у Бога есть делегированная власть. Когда мы в послушании, в повиновении этой делегированной власти, Бог это считает, что мы в послушании, в подчинении Ему. И когда мы воюем с этой властью, то Бог не за нас. И Его владычество перестает работать через нас. Смотрите, 1 Петра, 5 глава. Библия говорит в 5 стихе. 1 послание Петра, 5 глава, 5 стихе. Библия говорит, также младшие, младшие не в смысле возраста, а младшие по иерархии, по ранку духовной. Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смирно мудрым, потому что Бог гордим противится, а смиреним дает благодать. Давайте посмотрим. Мы хотим противостать дьявол, чтобы он бежал от нас. А представьте себе, мы хотим противостать дьявол, а нам противостоит Бог. Потому что написано, Бог гордим противится, нам против нас идет Бог, а мы пытаемся против дьявола. Получится это уравнение? Никак. То есть получается мое противостояние дьяволу работает, когда Бог не противится мне, а содействует мне. А как называется Божье содействие? Читаем снова. Младшие, повинуйтесь пастыром вашим. Так, тут говорится, Бог гордим противится, а смиренным дает благодать. Получается человек, который умеет смиряться, Бог дает содействие в противостоянии против дьявола, а тот, кто гордим, Бог противится. Воевать с твоей духовной властью, Бог это называет гордостью, а гордим Бог противится. Он не любит помогать тем, которые гордые, воюют против той делегированной власти, которая поставлена. Вот смотрите, президент страны, появляется мальчик, который скажет, а мы с ним учились в садике, в школе, в университете, мы даже жили в одной общежитии. Здорово, это все отлично, но если ты перестаешь уважать президента, только потому, что он был в твоем садике, в школе, в университете, в одной комнате, в общежитии, это называется гордость. Ты не можешь признать, что он стал президентом. Заметите, неполезно воевать против своей духовной власти. Я бы сказал так, никогда не состоится, если ты в войне против твоей духовной власти. Словами против духовной власти, действиями. Вы знаете, почему многие родители уничтожают своих детей? Дети под властью родителей, а родители под властью своего пастора. Если родители выходят из-под властью, то влияние выходя из-под властью, сказывается на все, что ниже, в том числе на детей. И многие родители уничтожают своих детей, когда они уходят из-под власти в свою духовную власть. Что еще хочу сказать? Сколько людей уничтожает веру своих детей, тем, что они в присутствии детей говорят плохие вещи о пасторах и лидерах. Потом приходят в церковь с детьми и пастор вышел, а дети смотрят и говорят это же он, о которой мама сказала, о которой папа сказал. И они не слушают ни проповедь, ни прославление, ничего. Почему? Родители их обработали так негативно, что они не будут слушать то, что говорится в церкви. Они пришли в церковь не от любви к Богу, к пастору, они просто пришли с родителями. Когда придет момент самостоятельного решения принятия, они уйдут. Причина потому, что родители говорили плохие вещи в присутствии детей о своих пасторах, лидерстве и в результате их дети не уважают, не слушаются, не подчиняются власти и они разрушаются, попадают в наркотику. Вы понимаете, в наркоманию, в алкоголизм, в проституции. Столько проблем начинаются в жизни из-за родителей, которые не умели первое остаться под властью, держать язык за зубами. Родители, у нас с вами большая большая ответственность. У нас есть от Бога данная власть воспитывать детей, но она только работает при условии, точно так же как пасторы. Их власть при условии что они остались под подчинением к Богу. Власть родителей работает правильно с условием что они остались подчинены своей духовной власти. Это очень важно чтобы мы понимали Бог противится людям которые не слушаются которые в войне которые не подчинены своей духовной власти. Не разрушай себя тем что ты постоянно идешь в разрез тому что делают твоя духовная власть. Поэтому Библия говорит мы читали с вами написано так где мы читали это Иякова 4.7 покоритесь Богу второй час предвосстаньте дьяволу и он убежит. Что такое против стать? Это значит стать против не за а против то есть никогда не соглашается с дьяволом ни в чем всегда стань против то есть дьявол сюда я туда дьявол сюда я туда дьявол сюда я туда поэтому надо стоять против Бог ищет людей на земле сегодня которые не боятся прийти на дороге где дьявол марширует со своей армией и сказать стоп не разрешаю сюда вы не пройдете не разрешаю вот таких людей Бог ищет это то что он говорит против восстаньте дьяволу например в стране появляется какая-то демоническая инициатива против населения в чем-то Бог ищет людей которые скажут стоп в Украине такой не будет начнут взять пост молитву духовную брань остановить заметьте люди которые могут взять положение Бога или представительство Бога и остановить дела дьявола это то что Бог хочет оно работает при одном условии мы покорились Богу против стоять стоять против стоять на стороне Господа Бога представлять Бога и не бойся когда ты стоишь на стороне Бога Бог за тебя Бог поможет тебе Бог поддержит тебя Бог даст тебе силу Бог даст тебе победу но ему только нужно через кого-то ему нужно через кого-то прими решение что Бог найдет меня и он будет через меня я буду стоять против ты пришел домой и дьявол начнет действие пойми где тут ход дьявола в какую сторону ага вот алкоголизм в доме вот это в доме ругаем постоянно кричим друг на друга тарелки бросаем друг на друга это все дьявол если ты человек владичества так где ты должен противостать дьявол ага начинаются крики я начинаю противостать не тем что ты пришел домой и люди кричат друг на друга тарелки летают ты говоришь стоп это тоже можно но найди слова любви которые могут разрядить ситуацию и этим ты противостал вот это нашествие дьяволское в доме если в вашей семье есть привычка обзывать друг друга противостать этой привычке если если тебе дать горькую воду как нейтрализовать горькую воду сахаром мед вот найди мед из божьего слова который может работать чтобы нейтрализовать вот этот горечь горький что дьявол дает это важно противостать не всегда означает кричать на что-то это иногда действие это иногда улыбка между прочим в доме гроза надутье все и ты не знает кто что сейчас скажет я так ненавижу такая атмосфера когда напряжено надутье ты не знаешь где ты сделал плохо что ты сделал плохо что ты даже вообще не понимаешь ничего я вам скажу иногда не надо приказать иногда когда нужно улыбаться и сразу обстановка разродился и тучи дьявола убежали ты противостал дьяволу улыбкой и дух грусти напряжения которое было в доме убежал методы как противостать дьяволу много противостанте духу ненависти любовью мягким голосом там где крики терпением там где больше не могу вот замерите божье качество которое у нас в жизни они супер способны нейтрализовать все что дьяволское они так сильнее поэтому противостаньте дьяволу в любом виде его проявления если он проявляется ненавистью противостаньте любовью и он убежит я однажды видел одну сестру она очень любила чтобы ее видели боже мой она как ходит как крутится как показывает новое платье свое чтобы все заметили я это видел поэтому что я решил нужно противостать дьявола не сестры она не дьявол она человек божий слава бог за нее она молодец ну в детстве ее лишили как-то внимания поэтому она всегда ходит ищет внимания поэтому я решил сегодня надо мне урок преподавать преподать ей поэтому она вот прошел со своей платье а я себе повернулся в сторону начиная звонить по телефону как будто ничего не вижу покрутилась налево направо сверху туда туда а я дальше как будто я разговариваю о себе громко игнорирую в конечном итоге она сдалась и она поняла что оказывается новое платье ее не так важно нам важна она а не ее это новое платье и через время она ко мне подошла и говорит пастор Генри вы знаете что вы освободили меня без слов я говорю как однажды когда я еще был новообращенный я себя вела вот так а вы как-то даже не заметили я говорю на самом деле я заметил я специально отворачивался для того чтобы донести тебе чтобы вот эта глупость детская которая в тебе проявлялась ушла заметьте мы предвостаем дьяволу божьими качествами и что он сделает убежит вот один человек мне сказал пастор Генри я был грустным и не понимаю ни с того ни с сего раз свобода я радостный потому что убежал дьявол когда дьявол убегает то обстоятельства которые дьявол создал исчезают раз вот так мигом поэтому покоритесь Богу предвостаньте дьяволу и он убежит от вас возникает вопрос как предвостать дьявол вот первая Петра Библия говорит 5 глава вот этот сам процесс предвостать дьявол когда мы ходим в владичество Божия мы ходим против всего что дьявол противостоим мы его выгоняем мы забираем территорию у него мы уменьшаем его влияние вот написано первая Петра 5 глава с 8 стиха по 9 трезвитесь бодрствуйте потому что противник ваш дьявол ходит как рикающий лев ища кого поглотит противостоите ему твердую верою замерите говорится здесь трезвитесь и бодрствуйте самое главное в войне с дьяволом это заметить где дьявол если бы Ева поняла что это сатана через змеи она бы не подалась вы понимаете проблема главная это уловить где же тут дьявол это самое главное если человек зрели и трезвый и бодрый и он может заметить тут я даю место дьявол тут это дьявол это же дьявол это я тебя заметил я уловил тебе это ты тоже вот это главная победа человек который может уловить где дьявол ему легко потому что все что с дьяволом ничего доброго в этом нет поэтому говорится трезвитесь и бодрости потому что противник ваш дьявол ходит как рекающий лев рекающий лев пугает почему лев речит чтобы пугать противников пугать других заметите что это то что любит дьявола пугать устрашать напугать создать страх обстоятельства которые пугают вы понимаете ситуации которые пугают заметите что дьявол любит пугать но как только ты заметил что это дьявол вообще дьявол это опять ты ты в виде грома думаешь это меня пугает если бы у вас был ваш ребенок маленький мальчик которому 4 года и маленький мальчик в школе подарили такой маск где есть лев да вот как голова льва это ваш мальчик и он одел и пришел домой и говорит папа папа да и он говорит что вы сделаете вы будете бежать или смеяться вы конечно же будете смеяться почему да внешний вид головы лев но вы просто понимаете это же мой мальчик что ты мне хочешь обнял его поэтому когда дьявол одевает голову льва и речет то же самое только на этот раз мы не улыбаемся а мы говорим а дьявол это же только ты ты тут пытается меня пугать я здесь знаете ты поражен кровью Иисуса ты поражен Иисусом Христом поэтому во имя Иисуса марш заметите что никогда не бойся дьявола и не важно в каком виде он пришел рикающий лев пчели оси не важно в каком виде он пришел дьявол поражен и все разные его виды как он проявляется не имеют значения болезни нищета не важно как дьявол пришел проявляться он поражен поэтому мы не боимся написано противостаньте ему твердой верой это называется непоколебимой верой я здесь я не сдамся второго мнения нет другого варианта нет кроме того чтобы ты поражался дьявол и ушел только с восклицательным знаком варианта нет дух владычества работает через людей которые так починены Богу и так по отношению к дьяволу радикально настроены варианта второго нет уходи точка поэтому замерите называется это твердая вера так закругляя сегодняшнее учение халлилуйя вы еще со мною я так много сегодня наговорил прошу по переулкам по уличкам не знаю вы все ли поняли но я думаю что если вы слушали внимательно Бог много чего делал в ваших сердцах второе постанов коринфянам 10 глава это очень знакомый текст 3 стиха написано тут Павел пишет коринфянской церкви по поводу война духовная он говорит 2 коринфянам 10 3 по 6 ибо мы ходя во плоти не по плоти воинствуем то есть мы ходим в физическое плот и мы подвержены плотским влияниям но мы по плоти не воинствуем то есть никогда не реагируя по импульсивным эмоциям это называется плот в попытке решать проблемы нейтрализовать ситуации импульсивные эмоции тире плот никогда ничего не решает поэтому Павел сказал мы не воюем по плоти мы не реагируем импульсивностью души эмоции это усугубит и умножит проблему вот почему многие люди вместо того чтобы решать проблему у них импульсивный эмоциональный взрыв а если утром еще муж и жена разговаривали после импульсивного взрывного этого всего уже не разговаривали а повторится еще раз уже разошлись на третий раз уже развелись на четвертый раз они хотят друг друга зарезать поэтому импульсивный эмоциональный взрыв это орудие дьявола оно не орудие божие дьявол надеется на то что мы с вами импульсивно эмоционально среагируем там и мести там и гнев там и все в импульсивном эмоциональном взрыве находятся все плетские желания они там помещены и для того чтобы они не повлияли на тебя никогда не воюй с ситуацией импульсивными эмоциями вот поэтому говорится что оружие воинства наше не плотские они сильны богом то есть они сильны богом на разрушение твердения заметите что перечисляется здесь там твердения им не спровергаем замысля всякое превозношение восстающие против познания божия и пленяем всякое помышление в послушании христу готовы наказать всякое непослушание когда ваше послушание исполнится несколько важный пункт первое никогда не воюй по плоти тире по импульсивным эмоциональным реакциям потому что дьявол легко подбрасывает все свои нюансы влияния действия желания там где импульсивный эмоциональный взрыв он легко бросает ненависть туда он легко бросает непрощение он легко бросает режущие слова он легко бросает неправильные решения он легко бросает месть чувство мести он легко бросает чувство лжи он много чего может бросать вы можете подумать вспомнить свою жизнь что когда вы что-то слышали и у вас была импульсивная реакция в эмоциях что ничего Божьего хорошего в это время не было внутри вас. Наоборот, все ваше внутренность вас толкала к чему-то плохому. Потому что в эмоциональном, импульсивном состоянии это самая хорошая почва для дьявола, чтобы он бросил все свои греховные детали в вашей жизни. Вот, а наше оружие сильнее Бога, замерите, это значит Божьи качества, которые в нашей жизни, они сильнее на победу. Когда мы наполнены Божьими качествами, мы это называем непорочностью. Помните Иова? Сатана, сколько он надул ветер, поднял крики, убил детей через женю на него, а Иов сохранил свою непорочность. И в результате дьявол не мог ничего. Заметите, непорочность, правило у нас перед Богом. Это важно, чтобы все время власть Божия, защита, охрана, содействие, владичество через тебя проявлялась. Самсон был под властью Божией, подчинен Богу. Он в завете с Богом. Он не стриг волос, он двигался в мощь, силе, владичество. Потом он вышел. Он позволил, чтобы ему подстригли волос. Вышел из-под подчинения Божия. Нарушил его отношения с Богом. И Самсон потерял владичество его. Но что радостно, прошло время, Самсон вернулся. И когда вернулся Самсон, в волос его вернулся, он снова оказался в подчинении Богу, в согласии с Богом, и через него владичество снова начало работать. Если ты потерял, вернись, Бог восстановит тебя. Заметите, где мы читали про оружие воинствования, наши 10 глава, 5 стихе написано так. Всякое превозношение. Когда мы говорим о том, что покоритесь Богу, послушайтесь Богу. Что мы имеем в виду? Слушаться Богу и подчиняться Богу. Есть несколько вещей, которые, если они на месте, легко подчиняться Богу. Первое. Это познание Бога. Поэтому Павел говорит, первый час оружия – это против всякого превозношения, восстающего против познания Бога. Есть вещи внутри, которые не от Бога и не от нас, а от природы дьяволской, которые всегда противятся тому, что Боже. Я даже помню, однажды стоял, слушал свидетельство одного служителя. Он рассказывал, Бог сделал то, Бог сделал то, что, а внутри себя, думаю, это же не может быть. Откуда я, кто мне, на основании чего я решил, что это неправда? На основании чего? На основании превозношения, которое внутри меня умаляет познание Божия, которое в человеке. Вот недавно мне звонил, после нашей конференции, один брат пастора позвонил и говорит мне, пастор, ты не поверишь, что случилось? Говорит, вот моя тетя, она в церкви недавно не ходит, ей 80 лет. Недавно у нее потеряли зубы, и дети собрали деньги, и восстановили ей зубы, кроме одного. И они были в поиске денег, чтобы вот один зуб добавить. Ей 80 лет. Он ночью мне звонил, когда она в церкви не ходит, она давно уже не ходила. Говорит, ну она смотрела конференцию онлайн. И что? Ты не поверишь. У нее вырос зуб. Говорит, она сейчас звонит всему миру, рассказывает всем людям, детям, все в шоке. Как? Зуб. Да, ей 80 лет. Когда слышим такие свидетельства, внутри каждого из нас, есть вот этот дьяволский, нет, не может такое быть. Как это так? Вот это превозношение, восстающее против познания Божия, нам нужно пленять внутри нас. Потому что именно это признак того, что мы давно не в потенении Богу, как надо. Именно вот эти превозношения, они мешают? Твердинии, замысли, это как воображение, которое против Слова Божьего, которое создан, обработан против Бога. Всякое помышление. Заметите, мышление наше влияет на то, насколько мы будем подчинены Богу. Получается, когда Библия говорит Иисус Навину, эта книга закона, получается, день и ночь, или Псалом 1, в законе Божьем, помышления его. Зачем Бог просит, чтобы мы размышлять над Словом Божьим? Чтобы поменять замысли, поменять помышления наши. Вот это внутреннее, все время стоящее внутри нас, изнутри воюет против всей информации, которая с Богом связана. Вы понимаете? Если человек мне скажет, у меня нога выросла во мне, это даже не дьявол через меня, во мне есть какие-то вещи, которые скажут, не может быть, хотя у меня нету ни доказательства. Просто от моих ощущений я иду против. Это должно в нас умереть, потому что это мешает нам встать в положение полностью подчиненным Богу. И Бог желает, чтобы мы внутри были в полном повиновении Богу, чтобы сердце было отдано Богу помышления, замысли или воображения наши. Наше слово фантазии, мне нравится, но вот это оно должно подчиняться Богу. Наша внутренняя наклонность в мышление, всякие твердины на уровень разума, мысли, которые не в согласии с Богом, оно должно идти. Тогда владычество Божие сможет работать легко через нас. Халлелуя! Заметите, покоритесь Богу и противостаньте дьявола. Если человек не под властью, то владычество владыки через тебя не работает. Повинуйся владыку, владыке и владыка через тебя проявит свое владичество. А владыка неба и земли это Господь Бог. Поэтому в подчинение ему, в подчинение владыке я имею владичество. Тем больше я познаю его и тем больше я подчинен и моя внутренность изменен, появляется непорочность. Даже в мелочах. Я начинаю не ради людей, не перед людьми, а искренне от сердца перед Богом, если что-то не так сделал, искренне покаялся, просил прощения и вернуться в правильность перед Богом, ради Бога, не ради людей. В это состояние искренного, честного, отданного, по-настоящему, не играющей игры. В это состояние ставит тебя полностью в состояние покоритесь Богу. И тогда владичество Божие через тебя. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Скажите, Аллилуйя! Давайте мы все встанем. Боже, спасибо! Господь, я благодарю Тебя! Я славлю Тебя, Иисус! Я славлю Тебя, Господь! Я славлю Тебя! Я хочу, чтобы вы сказали эти слова вместе со мною. Или за мною. Скажите со мной, Отец Небесный, я не слышу вас, еще раз, Отец Небесный, во имя Иисуса, сегодня я согласен быть человеком под властью. Под властью Господа Бога, под властью Божьего слова, под властью Божьей воли, под властью призвания и под властью делегированной власти, под властью церковного руководства и под властью моих начальников. Господь, я здесь слышу, Господь, я принимаю решение противостать дьяволу, не дать ему место, противостать ему твердой верою, где нету второго варианта, кроме как, чтобы он был поражен. Скажи, я отказываюсь воевать или реагировать на разные ситуации импульсивностью моих эмоций. Скажи, но я принимаю решение реагировать на всех ситуациях божественными качествами, которые есть в непорочности. Скажи, я принимаю решение. Всякое превозношение внутрь меня, которое всегда негативно реагирует на знание Божие, познание Божие, всякие твердины, замысли и воображения, которые не соглашаются с Словом Божиим, я от них ухожу. Всякое помышление, которое не подчинено Иисусу Христу, я от Него ухожу. Во имя Иисуса. Скажи, мое сердце одано тебе. Скажи, моя душа одано тебе. Скажи, я стремлюсь к тебе, мой Бог. И скажи, я люблю тебя всем сердцем, всей душою и всем, кто я есть. И скажи, я всем сердцем хочу жить для тебя и повиноваться тебе и быть под властью, чтобы, когда я говорю, меня слушали тоже и слушались. Во имя Иисуса. Амин. Боже, я благодарю тебя во имя Иисуса за Твое владичество через Твою церковь, через человека, рожденного с высшим, который вернулся в образ и в подобие Божия. Господь, благословение, полнота, я провозглашаю на них успеха Божьей защиты, Божьего процветания, Божьего прорыва во всем успеха Твоего. Во имя Иисуса. Амин. Слава Богу, друзья! Я думаю, что вы получили огромное благословение, слушая эту проповедь. Я люблю, когда Бог приносит откровение Его Слово, потому что откровение оживляет нас. Пусть Бог вас благословит. Я хочу помолиться за вас. Господь, после этой проповеди я прошу, чтобы истины, которые были сказаны, стали реальными, живыми в сердце каждого, особенно моего брата и сестры. Отец, пусть сила из жизни Твоя умножится в их жизни, двигаясь через них во имя Иисуса. Если есть нужды у них, пусть они решаются полностью. Благословляю, Отец, во имя Иисуса. Амин. Я вас люблю и приглашаю вас. Верните си шо на наш канал ВСИТВ. Мугудиму радио.